Девушки отдыхают Девушки отдыхают Значит, хочу предупредить, что в последний раз, когда я выступала вот здесь вот с музыкальным инструментом, мне сказали, что я ужасно играю на гитаре и пою еще хуже Поэтому я сегодня сыграю вам на инструменте, на котором я играю в Совершенстве Ну, а петь я буду очень хорошо. Так, вот. Ну, слова у меня написаны. Это вот у меня, значит, я не знаю, как называется этот инструмент. Песня посвящается подводникам. Ну, я много лет работала в драматическом театре Тихоокеанского флота, поэтому костюм, который сейчас на мне, он мною отработан. Ну, в смысле, заработан. Ну, то есть, я имею какое-то отношение. Ну, и с людьми этим я знакома. Ну, и тема хорошая. Подважные ребята Подводная братва Как здорово, что Все мы здесь Здесь, а где-нибудь не там Здесь солнца луч Не греет Здесь, атомный, атомный реактор И ядерные феи Хранят мой мир Хранят 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 Но в наших венах Черных Синего моря Соль Черного моря Соль Красного моря Красного моря Соль Еще несколько Желтого Нет Нет музыки Нет солнца Нет просто нежных слов Но есть металлический корпус И он плывет в никуда И если взять ключ от рая Тяжелый гаечный ключ Есть возможность такая Ключом о корпус стучать Побегут волшебные волны В бурю свернется мир И песня твоя Подводник Будет услышана Верь А песня такая Здесь сыро, холодно и темно И темно, и темно, и темно Но если всплывешь Все скажут, что ты Не герой Не герой Не герой Не герой Не герой Спасибо за терпение Аплодисменты И это озеро, в котором я рыба Встрягиваю от красоты Такая красота может быть Только в моем озере Никогда не пройдусь я по твердой земле Попробуй себя не поднять над водой Попробуй себя прикрыть клавником Попробуй раздеть какую-нибудь хитрую в образы Попробуй найти отражение Почувствовать скольженье Ла-ля-ля-ля-ля Не спешите уметь не жить Не смешите уметь не плавать Ну и пусть до неба мне не добраться Целуй во сне и полною достать Ну и пусть по землям не ногами нашляться Но и пусть человек ко всему привыкает Только верно Кроме земли и неба есть икеан А влютами бегают Дорога Небольшом количестве Пристранная жизнь Никто не проверял я готовшемуся Пусть со всеми ошибками сестра Показалось, что у меня в нём Обзоре плохо, еще больше ошибки Сестра не догонялись Что у нас не поможет Не хватит вдоха Летятые тысячи километров А небо сразу За штурм воды Я смотрю Из-за осы В это явление И вздравлю Поют 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 От красоты Ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла Омут, я создал его сам, на его создание ушло ровно за 7 дней. В день первый я вышел к ручью, тогда еще быстрому и прозрачному. И подумал я это здорово, но мне необходимо другое. В день второй я подогнал экскаватор и переместил часть земной тверди из русла ручьяна в низкие плоские берега. Третьи и четвертые дни были израсходованы на отсыпку дамбы. Дамбы или плотины, преградившие пульсов. В день шестой я подогнал грозовые тучи и наполнил свое произведение до краев дождевой водой, немного мутной, терпкой и холодной. Это классно, подумал я. И как раз то, что мне нужно. Что в день седьмой я упал без сил и проспал до вечера. Я прилю берегом путернутого аренского водоема, обходя стволы и раздвигая ветви плакучих львов. Я вглядывался в глубокую черную воду, пытаясь отыскать раскатку кругов. Что время от времени возникали на поверхности воды. Руки медленно раскатились по темному зеркалу полу. Отражались от берегов и возвращались в центр. Медленно затухали. Я опять и опять всматривался в черную глубину. Наблюдая маной рогатые морды со свиными пятаками, пытавшимися привлечь мое внимание глупыми. Ужинкой и усмешенной ровным счетом ничего не объясняли нам вследствие своей банальности. «Ребята, вы просто бездарны! Бездарны!» Сказал я. И, наверное, обидевшись на меня, они с ворчанием и шипением рассосались в притонных слоях. Большие, усталые рыбы, неизредка медленно поднимавшись на поверхность, тоже не могли ответить на мои вопросы вследствие усталость. Они тихо вздыхали и опускались на дно. Движения рыб не вызывали глубок на воде, от силы мелкую ряду. Я понял, что здесь, на берегу, мне никогда не лети разгадки. И, дождавшись, когда возвращенные берегами боятся очередного круга, сошлись в его центре, я словно нож пошел в воду. Мое появление, похоже, придало сил местной нечисти. Они готовы были выпрыгнуть из собственных шкур, только бы я обратил на них внимание. И когда их мельтешение стало совсем уж несносным, прочь, сказал я, прочь, сказал я. И они убрались, они убрались, а может даже убрались. Дно медленно приближалось. Медленные большие рыбы все в лунных плит, безмолвно уступали мне дорогу. Лунная пыль более давно в тот миг, когда мои ноги коснулись днина, рассеялась, и я увидел, и я увидел себя. «Ты пришел?» – сказал мне он. «Или я?» – «Тот!» Я буду называть его «Тот», чтобы не возникало лишней путаницы. «Ты пришел?» – тебе, наверное, впрямь интересно. Тебя, наверное, впрямь что-то заинтересовало всерьез. «Не правда ли?» – сказал тот и рассмеялся. «Да!» – сказал «Да!» «Да, это всерьез!» «Я не вижу причин для веселья!» «Я пришел к тебе, придется, тебе придется с этим считаться!» «Вот как усмехнулся тот!» «Ты наверняка серьезен!» «Но это уже сугубо твоя проблема!» «Так вот!» «Я, как и быть, подарю тебе разгадку!» «Ты, парень крепкий, смотри, ничего не упусти!» «И тут он!» «Или, может быть, я!» «В общем, тот, как я называю его здесь!» «Весь напрягся!» «Надулся!» «Навыжился!» «И как?» «Пуклет!» «Ну, кажется, устроил я ему руки на воде!» «То есть виноват этот!» «Треб руками и ногами!» «Он извивался, как черляк, который через задний проход насаживает крючок!» «То-то посмеялись над ним местные черти доводяные!» «То-то отвели душу, столь презираемые им!» «Да и этим же, черт побери!» «Вот-вот, побрали, ага, жди!» «А всей этой бездарной сволочи!» «И здесь этот совершенно прав!» «Хватает пороху разве лишь на то, чтобы напугать двух-трех глупых девиц, разомлевших на берегу!» «Да и то, если тем самим того захочется!» «И чем же скучно!» «Какая тоска! Господи!» «Господи!» «Какое чудное место!» «Сказала она!» «И прильнула к нему всем телом!» «И это в самой глубине, в самом центре почти реального круга черной воды!» «Что-то очень похожее на большую рыбу!» «Плеснула медленно концентрические круги и звучно разошли!» «А затем, отразившись от кольца берегов, медленно затухали!» «Вернулись туда, откуда только что были отправлены!» «Тогда ты чувствуешь работу!» «И подавая сигналы готовности, мой живот промурчал что-то жизнерадостное!» «И подумал я, что это хорошо!» «Да нет, я шума!» «Пятый номер!» Наш концерт, омытый грозавин дождем, продолжит специалист-глубоговодник Павел Баканов. Из глубинного мура поднялся он. Странный гно Обратный счет запущен, где ни наука и кто как научен. Сценарий, где сплошной облом, никто не прав в таком закон. Наш шутник стырет, залетный гость, поет красивую любовь. Кому светло, кому не одно, где зло, а где добро. Странное кино, странное кино. 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 Странное кино, 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 странное кино, странное кино, странное кино. Сонное царство, где всё стареет с каждым днём А счастье тает на глазах Всё бесполезно, всё обречено, всё и ничего Свою красивую любовь мы погребём Поцелуем штукатурки Открой окно и попясти её Чего мы ждём, того, кого в пусти разбегло Странное кино, странное кино Странное кино, странное кино Спасибо Следующая песня Следующая песня это Дурдома, не песня Посвящается всем интернет-троллям Называется песня «Упырёк» Я хитрый паучок, я маленький такой Ты попадёшься в сеть, растянутую мной Я знаю всех, а ты, я знаю все дела Я твой заблудший сын, ты мой покорный раб Я посетке шесть-шесть-шесть-шесть Ищи меня с вещей Я посетке шесть-шесть-шесть Ищи меня с вещей Я чёрный василин, большой чирский кот Играю на дуде, я главный кукловод Я мелкий упрёк, мои глаза везде Я так запутал след Я есть, нет, а я посетке шесть-шесть-шесть-шесть Шесть-шесть-шесть-шесть Ищи меня свящи, но сделай больно мне, Муляж мой укуси, а я по сетке шесть-шесть-шесть-шесть. Ищи меня свящи, ищи меня свящи, а я по сетке шесть-шесть-шесть. Ищи меня свящи, ищи меня свящи. Еще переведу за дальние края Я развалю страну, в которой ты живешь Я вижу все вокруг, твой каждый зная шаг Я за тобой служу, твой пожираю мозг Шесть, 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 шесть Ищи меня, свечи, ищи меня, свечи Посетки, шесть, 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 шесть Ищи меня, свечи, ищи меня, свечи Я хитовый бурек, из щелочки бежу Как ты кромешь на тьме, охотишься на ведьм Что, много наловил? Кошар в тупом бреду Меня же так же нет, а я же так же есть Эпосетки, шесть, 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 шесть Ищи меня, свечи, ищи меня, свечи Эпосетки, шесть, 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 шесть Ищи меня, свечи, ищи меня, свечи Спасибо. Следующий горячек, всплывший в лакватории Амурского залива, Сергей Денисенко. Добрый вечер. Шалман и омут, видно быть по топу, Сложилась мысль рассказчиков пальто. Актеры, ладно, плыть вам автостопом, А пьяных, в смысле, честных-то, за что? Театр жив, пока живет бедой, Пока, покуда сцена не заполнится водой. В уездном театре Извечена проблема Воробных слов и грустная пара, Надежда и вера Играют в любовь. Подонки Шекспира, Суфлеры великих Подсвяжут свинал. Но выйдут комиры, Цопнутся на крики И спустятся в зал. Синюшная курица, Птица удачи Безумных ночей. Костюмы от улиц, Таланты, На сдачу спектакльничей. А слепшие зрители Съедят что угодно, Перекрывшись рукой, Контракта не будет, И зритель голодный Уходить домой. На юная роль Золоченой подковкой И прибила к ногам, Но я поднимаюсь, Увы, на веревках Последним ногам. И снова напис Повторение старта И счастлив чуда Вынесли из погоретых театров Шутовский колбак, Поклон на заказ, И оборвана мерка, И снова война, Где каждый из нас Отыскал Свою меко за сценой окна. А не говоритель Гордонным мечом, Исправляющий стих. Прости меня, зритель, Но кончился бисер У моих кладовых. Там не буду снуть За фанерой у замка, Как судно в портон, Не видя зевающих В зрительном зале На первом ряду. В поездном театре Извечно премьера Ворованных слов И грустная пара Надежда и Вера Играют в любовь, Играют в любовь. Гордонных рыб Сожрет воображение В стаканах в воздух Пить не перепить Пол жизни на фальшивое движение, А так хотелось жить. Я выхожу из театра С ощущением грязных рук, Образом едкого натра К полуночи их сотру. Чувствую, с шелой кожей Играют мои враги. Врагов на меня похожих, А в зале одни долги. В пустоту сделан шаг, Ничего не настригли. Ай, извиняюсь. В пустоту сделан шаг, Ничего не настригли. Играют в ощущениях, Играют в три. В небесах заполчал Режиссер, режиссеров, Не найдя ни начало, Ни конца разговоров. Он не сможет помочь Задохнувшись от писем. Зря рассыпала ночь Перед нами свой писем. Наш мир, сидящий за партой, Хлэрду помажет вслед. Довольный собой театр, Где зрителей больше нет. Да я не ищу понятий В ожерелье стеклянных слов. На сцене шестой палаты Немало фальшивых дров. Там играют в ислам, Здесь играют в иутон. По сценарию хлам Превращается в чудо. Миром правит герой, А в смирении точка. Не вывозит порой Перекресток с цепочкой. Ждет петля полоща За кулисами рая. На актерах печать Верить в то, что играют. И я ухожу, как многие, Сладив с дверным замком, И вытерев руки и ноги Об надпись ковра «Велком». А что на сцене? Роли? Разговоры? Я верю в да, Когда по жизни нет, Но после представления Снимут шторы И впустят в омут свет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Андрея Дерябина. И этот, диверсанция, ВЕС ВЕЧЕРА НАВЕК ВЕСЕПЕСЬ ТЕБАЛЬЧЕСЬ В СООРИХ КАТОННЫХ ЛАСТАХ. Сергей сегодня буквально напел на четверо стрише, я просто подумал, что этим четверо стрише можно было сказать все, что он пел, в нашем умоте черт не водится, экология, говорят, двухголовые птицы родятся, их гербы пролезть, норовят. Я тоже был, как и Руслан, шокирован форматом этого мероприятия, долго думал, ничего не придумал, поэтому решил действовать так же на АПУМ. Вот хотел спросить, вы помните в знаменитом фильме «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий играл начальника уголовного розыска, там главарь бандитов, Горбатый. У него какая была любимая присказка? Дырилка картонная, вот, тоже вспомнилось, вот, и Горбатый был бандит, а по-американски, по-итальянски, как бы на манер на этот, это мафиози, а как мафиози расправлялись американские со своими недругами, тоже помните? Ноги в тазик, бетон и в воду, концы в воду. Вот, дырилка картонная, ноги в бетон, просто хочется петь, как бы дырилка картонная, легкая, сурово бетонная, а сдумать ее собирается только дурак. И, видимо, жизнь не такая ужа весть, вещь однотонная, скорее многотонная, свиньба на голову. Я хотел сегодня рассказать две грустные истории про то, как становятся обитателями дна. Одна история про то, как они становятся ими невольно, а другая совершенно по-добре воле. Слушайте. Расплескалось море синее, волны вдоль и поберег. Над стадами глазосинными тонет слабый катерок. В катерке грустят матросики, неохота помирать. Задают они вопросики, где ты, Божья благодать? Моряки-то мы бывалые, только тонем вот впервой. Дома ждут детишки малые. Папа, папа, ты живой? Ах, царица разнебесная, Неужели им каюк льется в рот? Вода непресная, угадали, милый друг. А вторая история, не менее грустная. Да, про то, как становятся обитателями дна совершенно добровольна. Назову себя Титаник, поплыву. По пути открою краник, утону. Вот и вся моя работа, вот и вся. Утекут с меня заботы, как с гуся. Вот, собственно, это было первое действие моего спектакля. В спектакле «Антракт». И Дмитрий Тангель и Сергей Самодов Продолжают мутить воду в этом поле. Ну давайте представим, что мы моряки, точнее призраки моряков. Не в тельняшках, но не всегда же моряки ходят в тельняшках. И мы день на дне моря, думаем о разном. Я немножко с листочкой прочитаю, потому что я готовился. Я начну. Это, к слову, о картонности сущего и хрупкости бытия. Некоторым нет покоя, их мучает пространственная фигня. А знаете, здесь картонное вообще всё. Ткни пальцем, сразу дырка с пустотой внутри. И я с пальцем наперевес, как рыцарь с копьём, на скаку целюсь прямо в центр груди. Это как игра в шашки на подавке. Каждый знает, кого под кого надо класть. Картонный народ, картонные дни, картонная власть. А знаешь, тут такое затишье, как гладь озера. Никто не шелохнётся. Все забились пачками в удобные ниши, не вздрогнет в толпе, не проснётся. И не будут ли лишними эти вишни о губах твоих вишни? А эти разговоры, манеры, места события, футбол, политика, вера, работа полиции в стиле хендмейт, покупайте бусы, тусы, тусы, тусы. Многие, кто спился, просто хотели напиться. Скурились те, кто не мог накуриться. И целый декабрь у моря нелёдной погоды такая тоска, что завидуешь мёртвым, вздрагивая во сне невольно. Как-то было не очень в этом городе ночью, да и днём как-то было не так. Бровян был испорчен, ножик мой не наточен, и в кармане лишь медный пятак. Как-то было не очень в этом городе ночью, да и днём как-то было не так. Бревиан был испорчен, ножик мой не наточен, И в кармане лишь медный пятак. Я рассказал бы истории, но ни одна из них, И капли не стоит морской ветер сих. И ЗУЗ последний стих, не посвящен тебе, не предан, Ложен заветом, огложит он, может. Он ищет мотив, я написал бы песню в небо-лестницу, Еще интересней, чтобы слышат и крестятся, и молятся, Чтоб удостоиться, чтоб успокоиться, Нот не зная, сливая через стад, ах-так, ах-так, ах-так. А я сидел и смеялся, Он так никому и не достался, Остался без нас, полупустой бизнес-класс. Я и взял парашюта, было теплое, Июльское утро розовой пудрой, На небе в горле простудой кричу. Двенадцать тысяч метров, так незаметны, Не запоминаем и нет, и нет Каэй Герды, Нет Раи Ада, и ты даже этому рада. Мир не хаос, бардак, оставь чувство такта, И место для лишнего сердечного такта. Вот так-то, вот так-то, вот так-то. Кто? Как-то было не очень в этом городе ночью, Да и днем как-то было не так. А... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, давай, чтобы мы пересадим, чтобы мы писали, хорошо. Отцвело, отошло, отболело, Лист по среднюю носит река, Желтый лист запорожжен и мелом, Из любви позабытай венка. Все на нем, все твои поцелуи, И слова, что не сказаны, но ой. И пока он плывет, я любуюсь, Я любуюсь так родной мне осенней тоской, Так родной мне осенней тоской. Я отдал свою страсть томным волнам, Это дань за растрату любви, И когда-то зеленый, зеленый, Желтый лист горит железо, И все на нем, все твои поцелуи, И слова, что не сказаны, но ой. И пока он плывет, я любуюсь, Я любуюсь так родной мне осенней тоской, Так родной мне осенней тоской. И когда он плывет, я не знаю, давай. А давайте я неохота крутить. Я вот на колени встану, мне кажется. Господи. Что вы делаете? Встаньте немедленно. Ну и стих будет такой, знаете, его будет на коленях и прочитать. Держи обратно свой медиатор. Боже, если ты слышишь и не занят чем-то другим, я хотел тебе что-то сказать. Мы не знакомы, меня зовут Дима, я о тебе слышал, но ты не обязан меня знать. Боже, если ты слышишь, я хочу тебе показать, как порой человек вдыхает и дышит тем, чем невозможно дышать. Боже, если ты слышишь и не занят чем-то другим, знаю, поважнее есть дела, на тебе все эти галактики, но ты бы видел ее глаза, эта маленькая вселенная без края, без конца. Боже, если ты слышишь, или надо на вы, я не знаю, прости. Я просто хотел сказать, мы с ней, наверное, совсем не похожи. Но она такая хорошая, ей так хочется написать. Для себя ни о чем не прошу, Боже. Ты все знаешь, кто сколько прошел, об одном я прошу все же, пусть все будет у нее хорошо. Хорошо. Аплодисменты Странные люди смотрят на меня из зеркал, и еще вчера их глаза. Были пусты, я стучался к ним в душе. Сейчас, секундочку. Странные люди смотрят на меня из зеркал, и еще вчера их глаза. Были пусты, я стучался к ним в душе, но я был им не нужен. Они смотрели на меня с высоты, отражаясь в лужах, в потухшей любви, в силуэтах мечтаний и чужих мне ролях. Я пытался сыграть их, но я был не прав. Говорят, шаг навстречу лечит, но не меня. Разжигал перед ними свечи и вдыхал дым огня. Разбивал зеркала, калечил, но только себя. Их мысли летают в других облаках. Крутки на лицах скрывали страх. Слеза, едва коснувшись щеки, разбивала в осколки маски и парики. А когда угасал свет последней свечи, их одного за другим увели палачи. Даже солнечный луч не вернул их назад. Я смотрелся в себя и пошел наугад. Говорят, шаг навстречу лечит, но не меня. Прожигал перед ними вечер, вдыхал дым огня. Разбивал зеркала, калечил, но только себя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я сейчас скоро лохнул рукой. Сказали, как совесть назвали. Мы стеснительны, мы бессовестны. Значит, ещё вот так вот всё сделаем. Такие подводные звуки вполне. Основания для того, чтобы подойти, есть всегда. И самым веским из всех оснований может быть лишь одного. Сергей, давайте ещё раз повторим. Только вот микрофон чуть выше подложки. Основания для того, чтобы подойти, есть всегда. Для того, чтобы открыть словно консервным ножом кого-то изнутри и наполнить его воздушными шарами и светом своей улыбки. А заодно и подарить ему, если он на это способен, самое прекрасное чувство, что есть на земле. И это любовь. Основания для того, чтобы уйти, есть всегда. И самым веским из всех оснований мира может быть лишь одно. И это любовь. Любви прощали всё и простили каждую кровопролитную войну, каждую разлетевшуюся стену плюца, каждую порванную фотографию. И простили всё, даже каждое разбитое сердце. Потому что, когда ты по-настоящему любишь, когда ты видишь человека, слышишь его, когда ты чувствуешь человека внутри, ты испытываешь и переживаешь самое яркое и самое прекрасное чувство, которое может испытывать человек. Твоё сердце, будто бы проснувшись от долгого сна, начинает стучать с такой силой, что, кажется, вот-вот вырвется из груди. И это только от того, что этот человек рядом. Рядом с тобой. Когда ты любишь, мир становится другим. Он становится лучше, открывая тебе целую вселенную, которая захлопывается вместе с дверью, через которую уходит она. А любовь? Любовь тянет тебя куда-то вверх, всё выше и выше, выше облаков к самому солнцу, чтобы в момент, когда она разожмёт свои объятия, ты испытал совсем другое чувство. Чувство не менее сильное, чем сама любовь. Это ощущение падения и удара земную поверхность, с которым из твоих мыслей выходит весь воздух. И весь ты. Удар, с которым сердце покрывается сеткой трещин и разлетается на мелкие куски, ранее тебя изнутри и ранее твою душу. Сердце почти останавливается, теряет ритм и наполняет комнату таким горьким и трупным запахом воспоминаний. Свет уходит, и ты остаёшься один в кромешной тьме. В этот момент тебе кажется, что ты больше не можешь чувствовать, будто бы тебя выпили через трубочку, сделав настолько пустым, что эхо твоих собственных мыслей пугает тебя. В этот момент ты испытываешь ещё одно самое сильное и самое яркое чувство, которое может испытывать человек. это чувство одиночества, но это пока не придёт любовь, но это пока не придёт любовь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вероника Стародумова всплыла в персональном родисклассе посреди нашего рода. И иногда, outfits transported colouring upon your heart но, можно выучить любит parties TH fizьем Спасибо большое. Я писала стих, но получилась песня чтогла я просто берег, впречённая вечность Близи тебя влачу свои века И держит за руку меня твоя беспечность Как жёлтый свет простого маяка Ты море, нет тебя всесильней Ты плещешь суть и соль у края бытия Где вечная игра с судьбою инфантильной И знаем это только ты и я Я неизбывна здесь и истина далече Чем сорок тысяч солнц и сорок тысяч лун И я тебе, увы, противореча Сижу и жду очередной тайфун Ты бесконечно там И будешь же бесконечно И дразнит красками истёртый холст Среди речей, колен, плечей, предплечий Ещё течёт по шилам время пост Ты возвращаешься к концу, чтоб обезличить Красивой правдой немощный покой Опасно ты, твои лихие силы Не удержать степями вновь и вновь Но ты со мной До рая, до могилы У края нашей истины иной Я неизбывна здесь и истина далече Чем сорок тысяч солнц и сорок тысяч лун И я тебе, увы, противореча Сижу и жду очередной тайфун Ты бесконечно там И будешь же бесконечно И дразнит красками истёртый холст Среди колен, речей, речей, предплечий Ещё течёт по шилам время пост Но ждёт вода Чтоб расплескали душу Сошедшая с тумана корабли Но держит небо крепко и всё туже И птиц твоих уже не окрылить Красавицам зиманым с тобой сравниться Красивый жест, не больше ничто В твоих глазах возможно утопиться И их блеск для век, увы, не для веков Я неизбывна здесь И мир скрывает душу А ты перуешь солью, мир сразъев Но без тебя я стану просто суши А ты после меня исчезнешь в бытие Дай мне улыбку на счастье Дай мне улыбку на счастье Поль заплетается, проволока нить Льётся опять на запястье Солнечный свет и по свету бродить Тонкими ножками феи С эльфом, кружащейся в розовом платье Вдруг, собирая траншеи в трофеи Мир покачнётся от рукопожатия Рукопожатие печали Филей и эльфы растёрты в порох Маски беды под вуалью Битва немого, смешного измора Белая ниточка, острая иконка Пишет цветы на твоей треуголке Странное дело, но ей не порваться Даже в эпоху слепого ирзаться Букавки феи пляшут страницы Гновы, пробелы, разные лица Сказка не продана, нет и коммерции В рукопожатие Линия сердца Николь воскресная продолжает наше путешествие Пока трупы подвозил джак С моих неулыбающихся губ Прохладное прикосновение Тоски свидетельства заруб Живёт моё грехопадение О ночи острые углы Сильнее кровь трепещет в венах От тьмы расширятся зрачки И я почти морская пена Есть только ты и ничего вокруг Пустые сны без продолжения Ночь замыкает этот круг Где ни побед, ни поражений И все не так, и музыка не та Мне неуютно в этом теле Жить в ожидании огня и в ожидании метели Закрыты наглухо замки И смысла нет в перерождении А ночи слишком коротки Чтобы искать в них утешение Зима на улице, она всё больше чувствуется Поэтому следующее Обнажившийся город весь в белом Неуютном, холодном снегу Помоги мне быть, Господи, смелой А другой я и быть не могу И распахнутой грудью в небо Опрокинувшись на бегу Помоги мне быть, Господи, верной До конца моему врагу Все проходит порывами ветра Даже то, что забыть не смогу Помоги мне быть, Господи, светлой Темноту я и так сберегу Твоё искусство Вечный обман Смертна лишь красота Та, что живая И та, что дурман А вся другая не та Воспоминаниями упадёт Этой зимой первый снег Верь, всё пройдёт Всё пройдёт, даже времени бег И отпусти пленных птиц Памяти, миражи Сколько их было, действующих лиц В театре твоей души И снова, подсушив свои картонные ласты Всплывает посреди сцены Андрей Геябин Может, вы о себе, конечно, думали что-то там Но, вообще-то, я маленькая белорусская девочка Почему, собственно, маленькая? Потому что девочка Потому что стишок Который я хочу прочитать Написал белорусский поэт Андрей Гаданович А почему, собственно, я? Потому что он написал аваган В белорусском языке А мне пришлось его переводить Поэтому я маленькая белорусская девочка Итак, Андрей Гаданович Кто живёт на дне реки? Это детский поэт Кто живёт на дне реки? Караси и окуньки Щуки, карпы и рши Для ухи, ах, хороши Что-то там с дна торчит То подводные корчи Есть ещё пробитый мяч Тише, Танечка, не плачь Под водой, как на полянке В изобилии банки, склянки Все, ну, кроме нас с тобой Здесь бросают мусор свой Водиной живёт с русалкой Скоро их не будет, жалко Жил когда-то и дракон До беда не выжил он Есть блестящие монетки Из кармана той брюнетки Что помадой губы мажет А ещё есть стража пляжа То есть спасатель с водолазом Чтоб не утонули разом Кто считает, но напрасно Что на дно выйти прекрасно Спасибо Это было второе действие Сергей Кирминов Выводит свою канадерскую лодку На середину водоёма Я вот смотрю Наш подвал Со временем Я всё больше и больше Им горжусь Он превращается В клуб естествующих талантов Я этим горжусь И те, кто сегодня Пожалел 200 рублей Через полгода А может быть год Будут платить по тысяче Я вам обещаю Ну и в тему И в тему Картонные рыбы В картонной воде Как вы, кто такой увидите Где Больная фантазия Дурь в голове Навыли, что гулял По картонной траве Ты знаешь, гулял На картонном лугу Картонных баранов Увидел я гуд Картонный пастух Кнут чистящий картон Картонно бараны Брели в тон Картонных деревьев Картонно листва И в песне Картонные Картонные слова Что слышится мне За картонным селом У лодки Картонные Картонное Весло И город Картонный Виднелся вдали Картонные рельсы До города шли Картонные улицы Были пусты В нем Где-то Картонная Пряталась Ты Картонные На пилораме Пилки И пил я вчера Из картонной Бутылки И снег Из картона На город Валил И нервно Курил Сигарету Дали Картонного Пива Изысканный Вкус И брел По воде Картонный Иисус Елена Кищик Забрасывает Свою Картонную Снасть На дне Ворском Приют И дом А наверху Картон 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 С головою Вомут В черную Карету Потому что Ночью Не нужны Запреты Пусть Рука На пульсе Но Беспонебратство Пять минуты Только Дай мне Разобраться Пять минуты Только Не Собаки Волки Где-то Воют Бромко Сами На иголках Песни Эти горькие Думаешь Напрасно Хоть Они И волки Все Пожили Все Страшно На закате Солнце Как Сочится Кровью Они На сегодня Поменялись Ролью Ни О чем Не думай Не Проси Прощения У тебя Ведь Право Есть На Отомщение Пять минуты Только Не Собаки Волки Где-то Воют Громко Сами На И Волках Песни Эти горькие Думаешь Напрасно Хоть Они И Волки Все 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 Страшно Дверь Лишь Чуть Прикрыта Подолкни Сапожком Так Само Собою Перлась Дорожка С головою Волк В Черную Горету Потому Что Ночью Не Нужны Запреты Пять минуты Только Нет Собаки Волки Где-то Воют Громко Сами На И Волках Песни Эти горькие Думаешь Напрасно Хоть Они Волки Им Ведь Так же Страшно Пять минуты Только Нет Собаки Волки Где-то Воют Громко Сами На И Волках Песни Эти горькие Думаешь Напрасно Хоть Дни волки, им ведь так же не страшно. А не вернусь, Теченью все решать я дам, потоком пусть. Несет к пустынным берегам, там подожду. Ведь нет других на свете стран, где у меня Такой знакомый океан. Твоей рукой волной обнимет, увлечет нам золотой. Шар опускает небо фронт, огне была, там счет идет не по годам. Ты знаешь сам, молчи, мой синий океан. Океан. Где я была, нет ничего, ты знаешь там, где я была. Молчи, мой милый океан. Наш разговор намеренно не начать. Но тишина мне снова что-то значит. Будь не вернусь, пойму, что лучше небо там, где ты один. Нальешь мне вечность и стакан. Будь не вернусь, пойму, что лучше небо там, где ты один. Вон ты. Сегодня ждут меня такие разности Надеву черное для безопасности Тогда и вынесу в себя, наверное, легко на улицу Похода сквенная Одно решение и прочь сомненье Сегодня чёрное, не преступление Не преступление, не наказание Сегодня чёрное, как ожидание Ведь отбегается такое важное Бегом на улицу, погода влажная Одно решение и прочь сомнение Сегодня чёрное, как точка зрения И мной любуются пустые улицы Не безразличные интересуются Они легко поймут моё прекрасное Где даже чёрное бывает разное В чертях сомнения давно идти пора Надену чёрное, свобода выбора Надену чёрное, свобода выбора Надену чёрное, свобода выбора Спасибо Николай Пинчук причаливает свой древний К полной сборившейся пристани А вот возле барабана Большинство благочестивых эпитафийных тадбища Можно перевести одинаково Родился в пробирке, там же и жил И только некоторые можно перевести иначе Родился в пробирке, но смело из неё выскочить При этом как-то забывается, что пробка в пробирке всегда отсутствует Но поскольку другая тема, поэтому я начну по-другому Ах Появившись на свет Я ни крика, ни стона не издал Меня вырезали из картона Плавать мне не дано Набухая на дно погружаюсь И только одно утешение На арголите Мадонны 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 В губе рождён я, в моём состоянии у Бога. Не зарыдает никто, заболели, умри я. И призываю я Матерь Единого. Була, Аве, Мария. ПЕСНЯ Мор по ладу, возле смерти слегка побелевший. ПЕСНЯ 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 Мы идем по городу, а город круглый, куда манечки? Мы идем друг в другу, рассекая круг на углы хор, дыряжен как алмазом. Этот город твердый, город необжитый, будто Антарктида. Мы последние особи данного вида. Эй, кто тут есть? Как вы здесь живете, в этом городе столько красивой плоти. Я ее наблюдаю, измеряя поле гравитации пола. Другого пола, как слава индустрия его магнита. Ты последняя особь моего вида. Ты последняя особь моего вида. Мы сойдемся к вечеру, как будто впервые. Осторожно вспомним все, что за день забыли. И признав себя, как двоих последних, мы готовим место под заповедник. И что будет там, то да будет скрыто. Мы последние особи данного вида. Мы последние особи данного вида. Эй, 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 эй. А-а-а-а-а. 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 Валя. Вот тип того. Спасибо. И, наконец, просушив свои главные калибры, линкор Дерябин выходит на боевые позиции. Я сегодня должен был пойти на рыбалку. Какая-то в этом есть ирония. Вот я не пошел, собственно, ради того, что поддался на уговоры Сергея, который мне хотел, чтобы я ответил ему, выполнил здесь какую-то миссию, ответил ему на один вопрос. А он спрашивал у меня, могут ли под водой водиться такие существа. Вот здесь их нет. Он их не вырезал, не повесил, потому что так до конца не... Вон ласты, видишь, висят. Ласты? Выше. Нет, 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 вон они. Это они. С одной стороны русалка, а с другой ласты свисают. Ласты, ну вот они. Над метузой прямо вон. А, ну все, спасибо, да. И рифма хорошая. Ласты. Я понял. Вот. Ну, в общем, как бы вот я пришел, чтобы выполнить эту миссию и доказать ему, что они есть, что они могут быть под водой, потому что они есть везде. Вот. Сергей именно ко мне обратился, видимо, потому что не нашел более лучших специалистов в этой области, потому что я знаю про них все. Я ехаю в ГОСТ и в ГРИУ. Сейчас допотопные лишь арабы нефть добывают в песках Аравии, а наши продвинутые прорабы пресирают копание в гравии. Жарнее всего слои придонные, и мы выбираем плевать на мнение псевдоэкспертные закордонные, глубоководное лишь бурение. Жельф наш насущный, даешь освоение. Мы понастроим платформы ловучие, нефти, фонтаны и газошипение. Мы, россияне, люди везучие. Мы, россияне, люди везучие. Но расслабляться пока еще рано, покуда вокруг одни гады ползучие, надежная требуется охрана. Мы понимаем охрану важность, ибо случилось уже однажды. Только забудешь про безопасность, вмиг атакует клинпис продажный. И потому для охраны подводных объектов повышенной опасности набран десяток отрядов сводных аквалангистов, пловцов, спецназовцев. Ассы подводного погружения, глубоководные работы ассы, пресекают любые они нарушения. Они боевые пловцы-пидорасы. Почему пидорасы? Прочь условности. Предубеждение гони лопатой. Дело, поверьте, не в наклонностях. И на галерке прошу без мата. Объяснение шероховато. Версий куча, одна другой злее. Но нет здесь намека на нефтемагнатов. Просто жопа у них тяжелее. А этот гадайвер – дар природы. Не нужно ввешать лишние грузы. Так что смейтесь, смейтесь, уроды. А жопа гадайвера – не вуза. На гладкой сиделной поверхности моря видно порою чьи-то спины. Со мною, конечно, можно поспорить, но то не за воздухом всплыли дельфины. Раньше на шерфе водились венгины. И грибы они сгибались тазом. А теперь подозрительные господины проплывают мимо стремительной массы. Больше не надо дурацких ребусов. Не надо этих масонских знаков. Правда лишь в том, что если потребуется, могут под ноги ползать раком. Этого истину посейдоны. Это легенды и мифы спецназа. Не надо шуток про спецгандоны. Это не люди. Это алмазы. Имейте совесть. Глаза раскройте. Разве же люди наши голодные? У нас не случится, как в сраном Детройте. Покуда и есть, пидорасы, подводные. Ну что ж. Нужно теперь только поставить точку, вернувшись к истокам, как грится. Дурилку картонную вспомнили. Картонный меч должен таки прозвучать. Пускай даже в такой версии. Елена Стиба обещала. Вечерних ресторанах, парижских балаганах, Дешевом электрическом раю. Всю ночь ломая руки, От ярости и муки, Я людям жду душалтые пойду. Звенят, кутят шазбаны и злые обезьяны Мне скалят искалеченные рты А я кривой и пьяный, целой их в океан И всыплю их шампанские цветы Когда настанет утро, я приду на пару сонных Которые спуги, даже дети убегают от меня Я устал на старый клоун Я машу мечом, как тонны, в лучах моей короны Умирают свои тучня И не гудят шазбаны, танцуют обезьяны Их дешено справляют рождеством А я кривой и пьяный, нам снула порта пьяна Вот это синий кулык на шестом На башне бьют куранты Уходят музыканты, и ёлка догорелась до конца На моей душу свечи Давно умолкли мечи А я уж не могу понять лица И тогда с потухшей ёлки Тихо спрыгнул жёлтый ангел И сказал маэстро беды И ты устали мы больны А я, что в их плитонах Плачал на ёлке танку Даже в нашем добром небе Мы были все удивлены Закрытся ухом И обнимал жестокой речи Утирая на ково слёзы Слезы с боли и света А высоко в синем небе Догорали многие свечи Чёрный шёлтый ангел Тихо тают на сиян Звенит кутят шаспалы Танцуют обезьяны Их пешено справляют рождество А я кривой и пьяный Тоснула порогня Побед на тихий пыль Жесток Их письмо Особенно слушать Поэтому сейчас, пользуясь тем, что нас никто не слышит, мы только споем и ужасно сыграем эту песню. И ужасно споем. Так честно и верно должны спеть. Мы океаном, мы трезвые или пьяные, не спить нам все равно. Эй, маляк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Мне теперь морской подраму дьявол не подошел. Смякаря сниматься, по местам стоять, Терей на румбе, румбе, румбе так держать. Дьяволу морскому, звезем большого грома, ему не устоять. Эй, маляк, ты слишком долго плавал, Я тебя успела позабыть. И теперь морской подраму дьявол Его влашу любим. Эй, маляк, ты слишком долго плавал, Я тебя успела позабыть. Мне теперь морской подраму дьявол Я его хочу любить. Сделали, записали. Ай, хорошо, ребята. Ай, молодец, Сергей. Да еще хорошо так не было. Я знал. А что, веришь? Да. Дребин, тебя с работы еще не уволили?